Когда обсуждали вопрос о исторической памяти сохранения национального достоинства и так далее, события в Великой Отечественной войне, в том числе, и посвящал вопрос, не считаем ли мы более страшной лозой, что не веря англичан в Афганцию Советского Союза, то, что некоторые представители органов нашей государственной власти предпочитают паразитивно в Великой Отечественной войне. То есть, грубо говоря, вы задаете вопрос, как там наши дороги, фенсии и так далее, а теперь говорят, на тебе этот классный прожок, мы с тобой пойдем на шествие и вспомним Великую Священную войну. Да, то есть, к сожалению, о подмосковном и региональном политике, и муниципальном политике, я могу сказать, что, наверное, более страшная угроза – это вот откровенное полоситирование национальной истории, которое при этом прикрывается шутером сохранения исторических памяти. А вторая вещь, которую я хотел бы сказать, напомнить, наверное, нам, что мы немножечко ушеные, и поэтому должны быть вдалеке немножко от национальных оценок и так далее, там, Забер, Герцена и так далее. Я вам, если позволите, подсветирую одно произведение, и кто-то быстро догадается, что это за произведение. «Перевешить всю жидову, раздорося столпы, пусть не шьют из поповских рис юбок своих жидовках, перетопите всех поганцев в Небре!» Сова, произнесенные из стопы, полетели молнией по всем головам, толпали импульс на предместье с желанием перелезать всех жидовок в терплярность в печках и заползали под юбки своих жидовок. Николай Васильевич Голубев, Тарас Дуба, восьмой класс. Я не говорила из интеллигенции, извините, вы перейдите. Нет, я понимаю, что мы призываем в осторожности, в использовании, это все правильно, но, наверное, у нас тоже есть некоторые границы, которые должно повредить из себя само научное сообщество, не обращаясь к лишним инстинкциям внешним, в том числе государством. И это связано с темой годзаказа, когда мы с вами говорим о государственном заказе, очень важно, это звучало, но, мне кажется, недостаточно выруха. Мы с вами должны воспринимать государство, в том числе, не только как политического и блага, и политического субъекта, но и как, извините, социального служащего. Это не государственный заказ, это общественный заказ. И если общественный заказ в каких-то моментах начинает сходиться с государственным, ну, на мой взгляд, выбор здесь должен соответствовать, опять же, представлениям о том, что такое государственное официальное, оно должно служить, а каким служить не должно. Вот такие-то и позиции. Спасибо. Спасибо. Еще есть какие-то реплики, добавления? Да, пожалуйста. Я, прежде всего, хотела бы поблагодарить за такую секцию. Я больше понимаюсь политической социологией в Ульяновском университете. И мы сейчас проводим исследование, хотят ли выпускники вузов, как некий результат всей воспитательной работы, которые уехали за границу в поисках работы, учебы, хотят ли они остаться русскими и хотят ли они остаться россиянами. Могу сразу сказать, одна четвертая часть, все, выехав, переехав границу России, они не хотят возвращаться, и они хотят только быстрее ассимилироваться и забыть, что они из России, какой они национальности, там, европейцам стать, чекосмополитам и так далее. 50% хотят остаться русскими, но ничего для этого не делают. И нам было интересно как раз в последние 25%, которые хотят остаться русскими, и что они делают, чтобы сохранить свое идентичное. Сегодняшний разговор очень помог разобраться, о чем мы с ними дальше будем говорить. Первый отношение к праздникам, государственным, этническим, культурным, и о образе России, и о образе тех или иных памятных, да, потому что больше всего нас поразило, что те, кто прожили за границей 5-6 лет, вдруг после ассимиляции начинают себя снова ощущать русским, читать русскую литературу, смотреть русские фильмы, общаться с русскими людьми. Вот сегодняшняя дискуссия была очень интересна. Спасибо. Давайте, Константин Ильич, тоже выскажите. Обязательно, да. Отказавшись добровольно от доклада, давайте в дискуссию. Да. Нет, я просто хочу сказать, что мы не концентрируемся, собственно, на докладу, освещенном, таких все-таки, ну, больших, вот таких глобальных, да, измерений и государственных. И это уже само по себе вызывает конфликт, ну, государственная история и тому подобное. И вот как раз смещение памяти, вот, как мне кажется, один из таких возможных вариантов избежания этого конфликта, и это анализ прошлого, и с точки зрения антропологического подхода, регионального материала, микроисторического. То есть все это уже работает, и работает в современных российских исследованиях. Единственное, что работает, оно тоже в таком, довольно неоднозначном, иногда ключе, в ключе таком, ну, негативного освещения, вот, может быть, слишком крайняя формулировка, но, советского прошлого. И, собственно, если обвинуться, вот вопрос, который был задан из зала, советский опыт, да, вот, собственно, что мы из него вспоминаем? 45-й, полет Гагарина, ну, вот, что мы еще, например, так, по большому счету. И вот, может быть, это тоже в повседневности, который так тоже навскидку связывает с чем? С чередями, с каким-то недостатком продуктов и тому подобное. Вот, может быть, он вычленит как раз тот такой горизонтальный уровень взаимодействия между людьми, и, в принципе, мы, что называется, и найдем, ну, какую-то свою идентичность. Вот, пожалуй, хотелось бы сказать, вот, и большое спасибо, конечно, за вашу докладу, за коллегами, за вопросы. Но я надеюсь, что судить все это будет время. Ну, маленький, не так, что у нас дискуссия началась, и вопросы не задают, но хочется спросить, как это сейчас. Коллега, вот здесь, понимаете, надо понимать. Я понимаю, что многие, наверное, работают в институте, да, когда-то со школьниками имели дело. Вот, мы не должны относиться сейчас к человеку, как маленького взрослого, как в институте, для них есть возрастные ограничения определенной информации. Когда вы сейчас читали поединение открыток из Гоголя, первые фразы по нормальным человеку называют сразу реакцию отторжения, потому что весь жидок и так далее, но не может нормально реагировать нормально. И если мы, взрослые, начинаем подтягивать сразу, как мы читаем Гоголя, мы все, ну, конечно, Гоголь, но мы сразу подтягиваем весь слой багаж, вот, воспитание, образование, и все мы понимаем, великий русский писатель, у него же есть про это и про это, и мы все сразу замели, что это ничего страшного, в этом мире. А когда это вырывается из контекста, неокрепшие абсолютно мозги, а наши дети сейчас читают маму, они читают не все, они не могут целостно на самом деле сейчас мыслить, потому что все-таки у нас есть определенные негативные моменты образования, которые, надеюсь, сейчас нам скристируют, то в этой ситуации вот подобные задания, они только и фактируют, и, ну, с одной стороны, призваны, они, конечно, как активизируют мышление, но это очень дорогой ценой будет, так, активизация какая-нибудь, поэтому здесь надо просто, мы не против Гоголя, мы не против вот этих отрывков и Герцена, никто не против... Большая миссия. Да, философ, но надо понимать, кому и те, и какие они подстоялись. Пусть, но сначала давайте сделаем это как надо, в определенных возрастных особенностях, и дадим им возможность потом выпадать на мировую культурную власть свою собственную позицию. Ну, вроде, это легко, но надо делать все разумно, работать на это, просить. Спасибо. Поскольку про школу заговорили, я тоже с университетом и со школой имею дело, и поэтому у меня была такая ситуация, когда мы проходили со школьниками Древнюю Русь, и мне школьники упорно не хотели это изучать, ну, как-то вот через пень колоду. Я когда-то просил, почему, у меня ответили очень просто, мы зрели какой-то Киев, а это вообще не Россия. Понимаете? Вот отечественную историю мы какой-то Киев изучаем. Из этого вывода можно делать действительно очень правильный и глубокий. То, что, во-первых, память всегда исходит из современного состояния, она всегда исходит из того, что есть сейчас, и обращается потом в прошлое. Соответственно, мы всегда говорим о памяти как о неком процессе конструирования, или процессе работы с прошлым. И этот процесс, я абсолютно с вами согласен, должен проходить очень аккуратно, корректно, и с учетом тех возможных проблем, которые сейчас не видны, но потом могут возникнуть. Спасибо. Коллеги, если больше ремарок нет, я бы попросил Сергея Михайловича как-то резюмировать нашу сегодняшнюю дискуссию, и потом мы перейдем к процессу такого редактирования нашей резолюции в режиме реального времени. Я ее зачитаю, если возникнут какие-то принципиальные вопросы, там тоже дополнения, мы их непосредственно и внесем. Субтитры создавал DimaTorzok